Одесса. 1 августа 2022 года. Вечерний выпуск новостей. День 1 августа в Одессе и области прошел спокойно. Сигналов воздушной тревоги не было, канонады работы ПВО не было и ракетных обстрелов, слава Богу, тоже не было. С 1 августа в Киеве при сигнале воздушной тревоги общественный транспорт останавливается на время сигнала воздушной тревоги. Пассажиры в это время должны покинуть салон и пройти в ближайшем бомбоубежище. Как сейчас в Киеве, видимо, скоро так же само будет и у нас в Одессе. Сегодня в Одессе в центре города горел жилой дом, памятник архитектуры по адресу Екатерининская, 35. Возгорание было на площади 500 квадратных метров. Пройти в отдельные зоны здания было проблематично из-за конструктивных особенностей и изменений. Тушение пожара продолжалось несколько часов, пострадавших нет. В Одессе задержаны бизнесмены, которые за сумму 6 тысяч долларов перевозили лиц призывного возраста за границу. Мужчины искали клиентов и привозили в Одессу, а отсюда направляли через границу с Молдовой. На данный момент ведется следствие. Сегодня утром из Одесского порта отправилось первое судно с украинским продовольствием. Оно держит курс на Ливан. По сообщению Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины, Россия атакует гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные. По данным Центра, с 24 февраля противник нанес около 300 ударов по военным объектам и 17 300 по гражданским. Великобритания передаст в ССУ два противоминных корабля. Сейчас в Великобритании проходит обучение большая группа украинских моряков. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто пишет дружеские, добрые и сердечные комментарии в поддержку моего прекрасного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всем самого наилучшего, самого доброго и даст Бог! До новых встреч!